Этот хадис дороже золота Однажды к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейху ассаляма, пришел араб и сказал «О посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы спросить, что следует делать, чтобы хватило блага в этом мире?» И пророк, саллиллаху алейху ассаляма, сказал «Ты спроси, а я отвечу». Араб спросил «Хочу быть лучше всех из людей, знающих». Пророк, саллиллаху алейху ассаляма, ответил «Бойся Аллаха, и будешь лучше всех знающих. Хочу быть самым богатым из людей. Ты будь доволен тем, что дал тебе Аллах, и будешь самым богатым. Хочу быть самым справедливым. То, что желаешь себе, пожелай другому, и будешь самым справедливым. Хочу быть добрее всех. Ты будь дающим пользу людям, и будешь добрее всех. Хочу быть у Аллаха особенным из людей. Ты больше поминай Аллаха, и будешь особенным у Аллаха. Хочу, чтобы у меня была совершенная вера. Улучшай свой характер, и будет у тебя совершенная вера. Хочу быть благочестивым. Ты совершай поклонение так, как будто ты его видишь. Хоть ты его и не видишь, в действительности он тебя видит. Хочу быть у Аллаха подчиненным. Исполняй предписанное, и будешь подчиненным. Хочу, чтобы в день суда Аллах поднял меня в свете. Не будь жесток никому, и Аллах поднимет тебя в свете. Хочу, чтобы в день суда Аллах был ко мне милостивым. Будь милостивым к себе и к рабам Аллаха. Хочу, чтобы у меня меньше стало грехов. Увеличивай покаяние, и меньше будет грехов у тебя. Хочу быть благородным. В делах не жалуйся людям. Хочу быть сильнее всех. Уповай на Аллаха, будешь сильнее всех. Хочу, чтобы Аллах увеличил мне риск. Будь всегда в омовении. Хочу быть уверенным, что в день суда Аллах не будет гневаться на меня. Не злись ни на кого из созданных Аллахом. Хочу, чтобы на мою мольбу ответил Аллах. Будь далек от запретного, и Аллах ответит на твою дуа. Хочу, чтобы Аллах в день суда спрятал мои недостатки. Прячь недостатки своих братьев. Что спасет от грехов и ошибок? Слезы, повиновения и болезнь. Какое добро выше перед Аллахом? Добрый характер, скромность и терпение в горе. Какое самое плохое дело перед Аллахом? Плохой характер и жадность. Что же успокаивает гнев Аллаха в этом и в том мире? Давать садака скрытно, помирить поссорившихся людей. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...